Это опасная ситуация, но его ЦСКА забивает. Браво болельщикам ЦСКА, браво команде. Автор гола 19-летний Константин Кучаев. Футболист, чья карьера началась в Рязанской юношеской спортивной школе. Тренировки дали свои результаты. Теперь он игрок команды ЦСКА. За 100 лет в Рязанском футболе не было ни одного участника чемпионата мира по футболу. Константин стал первопроходцем. Теперь ребята, которые некогда играли с ним в одном клубе, берут с него пример. Я был рад за парня, тем более свой город. Ты с ним играл с детских лет, его знаешь. И ты его видишь уже по телевизору, где он в лиге чемпионов забивает. Конечно, радость переполняет. И тем самым же мотивация, что он обычно такой же, как он был, пробился. И мы ничем не хуже, так же можем. Главное, работать каждый день. И все придет. Владислав Мещеряков играл с Константином Кучаевым в одном клубе. Следом перешел в ФК «Золотые купола», где его заметили и пригласили играть за второй состав городской команды. Сейчас Владислав Мещеряков – нападающий футбольного клуба «Рязань». Эксперты называют его лучшим бомбардиром команды. Еще бы, в своем первом матче Владислав забил победный гол. 83-я минута была. Тренер выпускает меня на замену. И вот последние такие навалы пошли у нас, потому что нам нужна была победа в этом матче. Последние навалы. В итоге, по-моему, в своей половине поля Игорь Нехов делает подачу в сторону ворот «Орла». Саша Антибенко скидывает мяч головой мне. И я уже в касание, даже, по-моему, не глядя на ворота, просто отправил мяч, попал, гол, 1-0 мы выиграли. Восходящей звездой рязанского футбола уже заинтересовался московский клуб «Спартак-2». Владислава Мещерякова пригласили на просмотр. Нападающий признался, что такая новость его из колеи не выбила. Он все так же посещает тренировки и все так же выкладывается на поле. Это новый уровень, понятные новые условия. Другая совсем будет конкуренция. Поэтому, ну, чем сложнее, я думаю, чем лучше будет для меня. Просмотр Владислава Мещерякова начался 10 декабря. По словам экспертов, у него есть все физические данные для того, чтобы попасть в основу. А вот техники, к сожалению, не хватает. Что касается конкретно Мещерякова, мне все-таки кажется, наверное, это, ну, «Спартак-2» немножко по его стилю, но не его, эта команда. Потому что «Спартак-2» играет более такой интересный, компенсационный как бы футбол. А Мещеряков, он, ну, форвар такого, скажем, такого плана, где надо там подставить ногу, забить, сыграть на опережение. Ну, дай бог, чтобы парень подошел, мы все за это будем рады. Сергей Ильев отметил, что Владислав Мещеряков не единственная восходящая звезда Рязанского футбольного клуба. Наравне с ним, а может даже лучше, играет 16-летний Михаил Сентюрин. Я открою один секрет, по Сентюрину мне звонили три тренера ФНЛ, спрашивали его характеристики. Вот, потому что действительно растет очень большой талант. Я, конечно, сейчас рано говорить об этом в 16 лет. Вот, парень очень интересный, но здесь вот его грамотно, важно подвести, грамотно, чтобы он как бы вот выдержал, потому что их сколько талантов, они могут затеряться. Но мальчик, игровик, настоящий игровик. Михаил родом из села Александрово, пристрастился к футболу еще с юных лет. Вначале просто смотрел матчи по телевизору и играл во дворе. Затем его пригласили в футбольную школу. Он был одним из тех игроков, на которого всегда обращали внимание тренеры. Исполнительный и усердный. Футбольный путь привел его в рязанскую команду. Сам Михаил скромно признался, что ему помогли тренировки. Занимаюсь, бегаю по утрам, все это, да, и в тренажерный зал хожу. Куда больше за скромного полузащитника рассказал его тренер Гарни Ковалян. Он у нас тоже уже год занимается с нами. Можно было его раньше заявить, но ему было 15 лет и нельзя было подписать профессиональный контракт. А так он занимался в клубе. И по исполнении 16 лет мы сразу заключили контракт. Насколько есть у меня информация, на три года подписались с ним контракт. И он уже играет и выходит, забивает галлы. Такой очень хороший игрок, очень хороший перфиксист. Эксперт Сергей Ильев отметил, что в текущем 2017 году количество многообещающих игроков в рязанском футбольном клубе прибавилось. Такого не было с 90-х годов. В этом году действительно подросли очень хорошие ребята в команде. Это заслуга тренерского штаба во главе с Саваляном. То есть идет грамотная такая кропотливая работа. Главный тренер футбольного клуба «Рязань» старается привлекать в команду игроков из города или области. Всего пять лет назад из 22 игроков на поле было только шесть рязанцев. Сейчас их уже 15. К тому же теперь на ваших глазах идет просмотр ребят из клубов города и области. Кто знает, может в скором времени и они выйдут в основном составе клуба. Или спустя всего несколько лет мы услышим их имена с экрана телевизора. И, затаив дыхание, будем следить за их спортивными достижениями. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.